Товарищи, господа, это не то, не другое. Именно друзья, те, кто собрались в такой безумный день, безумно жаркий, августовский день, что он в Москве смог прийти к нему. Да, это друзья, конечно. Замечательно, вот спасибо вам огромное, Таня Михайловна, за эти стихи, что вы прочли. Вот это, и второе стихо за Ривеном. Что делаете? Болезно. Если это нигде еще не напечатано, то это, конечно, очень важная стихия. Просто такая исповедь, действительно, которая много открывает в его душе. Что-что? И вот мы говорили о стихах, о нем в прозе и стихах. Это, конечно, неправильно, что стихи его малоизвестны, но в прозе он блистателен, конечно. Но в стихах открывается совсем другая, мне кажется, грань и часть души, да? Вот это что-то более, может быть, более исповедание. Да. Более такое... Очень серьезное, очень разрыв. Утреннее, да. В прозе он все-таки все-таки спрятан. Хотя, на самом деле, я вот всегда говорю, что проза больше обнажает человека, чем стихи. Вот мне так казалось. Ну, когда мы говорим, может быть, когда говоришь о поэте. А вот, наверное, да. Вот, наверное, когда человек пишет прозу, то поэзия открывает его какие-то тайники другие. Он начинал как поэт, поэтому у него это действительно какой-то он сиамский близнец, сам по себе. У него проза выросла из стихов. Ведь вот в чем дело. Да, это правда. Потому что проза его... Я выходила замуж, извините за поэта. Поэт еще не упал. У тебя обманули. Извините за подробности иранец. А потом он уже перевязал, что он абхазец и... Вы его не... За это не ругали, что он вас обманул? Нет, смеялись, конечно. Это его мама, говорит. У меня, говорит, мать уговорила, говорит, хватит морочиться. И для Москвы, говорит, это лучше. Они там так порешили на семейном совете. Ну, вот поэтому, я думаю, что вполне естественно и правильно, что звучат его стихи. И его стихи, вы знаете, они музыкальные стихи. Ну, во всяком случае, когда вы мне эту книжку подарили сборник стихов, вот я открыла, стала листать, ну, не сразу, как каждому стихотворению, там слышна музыка, какая музыка именно, но вот слышно, что мелодия есть. Вот какой-то, вот знаете, вот какие-то природные звуки, там звуки вот родника, там, журчащего, какого-то шелеста леса, там чего-то. Музыка слышна всегда. У вас такая музыкальная музыка. Нет, так это просто стихи-точки. Ну, вот начну с романца. Музыка слышна. Не снились любящие руки, Они и тянулись, и просили лиц, И музыки далекой звуки, Сквозь толщу жизни до осени. И музыки далекой звуки, И музыки далекой звуки, Сквозь толщу жизни до осени. Сквозь толщу жизни до осени. Сквозь толщу жизни эти звуки, Сквозь мусор горький заморождений, И эти любящие руки, Как ветви с робостью весенней, Цянулись волны мгновенья, И не решались прикоснуться. Как будто их прикосновенье, И означает, Как будто их прикосновенье, И означает, Как будто их прикосновенье, Сквозь толщу жизни до осени. Стихи у Казина Дулча очень разные по стилю, по интонации. Бывает, что поэт лирический, у него лирика. Читаешь, на одну ноту настроишься, и все в этом потоке льется. У Искандера совершенно не так. Вот каждый стих – это что-то совершенно новое. Это новая музыка, это новая стилистика, это совсем новая интонация. Вот смотрите вот это. Это же совершенно другое, чем прозвучало только что. Называется «Дети Черноморья». «Но я, я на море» «Эй, барбанщики, 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 трубочисты, сказочки, обманщики, бокусники и артисты, Старатели, кладыскатели, суровые землепроходцы, любители лимонада, Сами себе полководцы Итпичьтесь, пока не поздно Мурдую мякоть от любого пуза Воззывание войтова пульки Ваши веселые пуза Вам, товарищ, скажите Вам уж скажите, кореш Как пилотенок зарезанный Комнатный этот заборыш Воздух моей болезни Воздух резон болезни Дерево доктора, листик Лучится от болезни Рапкайтесь в горы, ребята Хватайте струю водопада Шатающиеся у ног Как всаженный в землю клевок Ветерпузы и трубаху Солнце стоит в зените Варим, сжачись размаху Я в морской летите Ветерпузы и заливы И запады, митостафу и Афины Морем до самого полю Затывкающие телефоны В сторону, в сторону шуточки Этот рывак с нами еды Ловит там пены, удочки подводные Весеным сары Кработорговцы и очки Домик радужных владельцев Кработорговцы и красногвардейцы Будьте здоровы, дети Славлю вас, линокуры Кработорговцы и линокуры Чудно какое-то Озене было вообще Боих поражений И на фланг сошли Очень смысл Десертворение называется Моцарт и Сальери В руке у Моцарта сужаются бокалы Как узкое лицо Сальери Вино отравлено Об этом Моцарт знал Но думал об иной потере Но отравлено Чего же Моцарт ждал На улыбское лицо Не глядя В слезах расстан И в гребец гемотах Сальери Просятся объятия Вино трапы, печаль и ничего Распахнутые звезды двери С днем не смея Прячет от него Но Моцарт прячет от Сальери Вино трапы, а Моцарт медленно ждал Но не пронсила горькая услада Расскаждая Расскаждая Рыбающий канал Тогда тем более Выпить надо Все кончено Неотвратим финал Теперь спешит он В скорбный час приблизи Чуть запрокинувшись Он осушил бокам Чтобы собрать Согрел Не умею Здесь Кровь О-о-о-о-о. Вот я как раз ярко и сильно выражен ежевикам. Срочищем зелёным скворем Сквозь заросли, сквозь урелом Река выбрасывалась в море, Рыча летела на прогон. А над рекою камень и дикый, Но до веками неба пуст. В нибудь сплются ежевики, Расплющенный зелёный пуст. Почти окололый камнями, Он молча не признал оков, Своими тонкими корнями Прожили я какого-то порога. Не без опаски, осторожно, Я ветку тонкую загру, И кровь синяя ягоды дороже, Тихонько на ладони стряхнув. На солнце ягоды горели, Голубоватые с боком, Они высинились и чернели, Как лак на панцире жуков. Ты человек, но поживи-ка И выживи, и много дней, Живи-ка как, и живи-ка, Жизнь выживая из камней. Ты человек, но поживи-ка И выживи, и много дней, Живи-ка как, и живи-ка, Жизнь выживая из камней. Браво! 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 Так хорошо все векло, Прямо-деректо. Спасибо. Спасибо, драко. Да, это вообще творчество. АПЛОДИСМЕНТЫ